Что бы вы делали, если бы ребенок, который кровоточит, потеет и испражняется ЛСД, вдруг пропал без вести? Мы развернули масштабную поисковую операцию, настолько масштабную, насколько хватало ресурсов. Был задействован практически каждый уполномоченный отдел ЦРУ. Мы никому больше не доверяли ни на одном из этапов нашей деятельности. Черт возьми, мы не доверяли даже самим себе, учитывая, что ребенок сбежал не без помощи одного из нас. Мы искали на протяжении двух месяцев, но не смогли обнаружить ни единой зацепки. Поскольку каждый из возвратившихся детей погибал в течение нескольких дней после высвобождения из амниотического мешочка, Мы быстро сократили штат поисковой группы. Одно дело, когда ты ищешь Усама Бен Ладена, и все в округе знают о поисках. И другое дело, когда ты ищешь человека, существование которого ты с особым тщением стирал изо всех известных источников, чтобы без опаски проводить на нем тесты. Мы считали, что сам факт поисков был скорее вопросом безопасности, чем беспокойством о пропавшем ребенке, учитывая, что девочка была почти наверняка мертва. Но где-то в глубине души еще теплилось ощущение того, что все это было к лучшему. Возможно, она смогла выжить. Возможно, она прожила бы счастливую жизнь. Возможно, было бы лучше, если бы мы так и не узнали о ее дальнейшей судьбе. Но спустя семь лет мы узнали. Если позволите, я хотел бы немного пофилософствовать и процитировать поэму из Хилла, которую я справедливости ради никогда не читал. И даже во сне боль, которую нельзя забыть, заливает сердце капля за каплей до тех пор, пока в собственном отчаянии против нашей воли мудрость не снизойдет до нас через страшную благодать Господню. И хотя я ни в коем случае не причисляю себя к ученым, мне кажется, эта цитата означает следующее. Учение иногда причиняет боль. Итак, девочка выжила. Мы загрузили ее гены в программу, чтобы получить общий генетический снимок. Проект, кстати, оказался наглядным примером бездумного расточительства средств. Где же она пропадала? Она содержалась в какой-нибудь русской лаборатории и жила в джунглях среди служителей культа судного дня по типу культа Джонни и Лютера Хту, видевших в ней Бога. Летала в космосе внутри пузыря от Юпитера и обратно. Эстония. Мы нашли ее в Эстонии, в шведскоговорящей деревне на острове Хайюма. Девочка жила нормальной жизнью. Судя по всему, проблема с биологическим аналогом. ЛСД в крови решилась сама собой после высвобождения из плаценты. Иначе всякий, кто поцеловал бы девушку, рисковал отправиться в очень странное путешествие. На тот момент ей было 13 лет и после телепортации она прожила намного дольше, чем все остальные дети. Это означало, что девочка была кладезью информации, которую мы обязаны заполучить. Она хранила секрет выживания, который ускользал от нас многие годы. Все сложилось бы гораздо удачнее, живя на жизнь полную насилия и каторжного труда в одном из приютов. Мы бы попросту сочли ее жертвой фортуны. Однако девочка оказалась в причудливой маленькой деревушке на краю красивого леса под присмотром пожилой пары, который предоставил легенду наш бывший агент. Она проживала хорошую жизнь, тихую, пусть может немного скучную, но хорошую. Мы забрали ее посреди ночи и отвезли прямиком в учреждение в Колорадо. В конце концов, девочка не была жертвой фортуны, она была нашей жертвой.